Как в российской тюрьме живется иностранцам? В отечественных местах лишения свободы отбывают сроки наказания представителей свыше 40 стран мира. В России и есть даже специальный МЛС для иностранцев. В Мордовии есть спецколония, где отбывают срок представителей иностранных государств. Как говорят сотрудники ФСИН, подобных осужденных в России с каждым годом становится все больше. Границы открыты, и иностранцы этим активно пользуются, в том числе и для криминальных целей. Африканцы чаще всего сидят за незаконный оборот наркотиков. Эти сидельцы, нарекаемые в МЛС для простоты общения восьми ванями, минус в плане соблюдения режимов колонии народ мирный и покладистый. Зато европейцы с Норовым хотят сидеть в таких же условиях, которые созданы в тюрьмах на их родине. Много жалуются, пишут в разные инстанции. Азиаты, по словам работников пенитенциарной системы, поначалу притворяются, что из-за незнания языка они понимают, чего от них хотят, минус русский они, как правило, знают достаточно хорошо. Эта категория осужденных держится особняком, чаще остальных попадает в шизо. Китайцы и вьетнамцы предпочитают сидеть в России, чем у себя дома, зато уже наркотики в Китае, как известно, расстреливают. Представители этих национальностей в теплое время года любят возиться на грядках, выращивая овощи к арестантскому столу, минус на родине рацион. Китайцы и вьетнамцы богат растительной пищей. Иностранцы в отличие от славян не склонны к побегам, потому что бежать им просто некуда. В неволе иностранным сидельцам позволяют справлять праздники. Представители различных вероисповеданий свободно совершают религиозные обряды. Конфликтов между мусульманами и христианами в колонии для иностранцев нет. Они мирно уживаются между собой. Таджиков больше остальных по данным в СИН России, на первом месте среди иностранцев осужденных в нашей стране сегодня граждане Таджикистана. Затем идут сидельцы, имеющие гражданство Узбекистана, Украины. Замыкают список граждан Азербайджана. Федеральная служба исполнения наказания беспокоена ситуацией в колониях, где преобладают осужденные мигранты. Минус там по национальному признаку начинают образовываться землячества. Такие группы сидельцев диктуют свои правила поведения, идущие вразрез не только с административным регламентом МЛС, но и с воровскими понятиями. Религиозный фактор раздора по воровскому закону осужденные не делятся на национальности. Однако в московских централах, к примеру, больше половины сидельцев – кавказцы или азиаты, среди которых значительную часть составляют смотрящие за камерами и корпусами. Но, как отмечают сами осужденные, главная проблема в интернациональной среде заключенных сегодня заключается даже не национальном вопросе как таковом, а в распространении в российских местах лишения радикальных течений ислама. И в этом процессе не последнюю роль играет этническая составляющая. Приверженцы ваххабизма, они предпочитают именоваться салафитами, в российских МЛС – это главным образом выходцы из северо-кавказского региона. Они начали появляться в российских тюрьмах и колониях после второй чеченской кампании. Салафиты на зонах и в тюрьмах группируются в отдельные сообщества, отличаются они от остальных заключенных и внешне. Длинная борода, усы выбриты, штаны подвернуты. Радикальные исламисты нередко вступают в открытое противостояние с представителями воровского сообщества, законы которого не приемлют. На общак они также ничего не выделяют. Салафитами создаются тюремные джематы. Один из самых резонансных конфликтов между воровскими авторитетами и представителями радикального ислама случился в начале текущего года в Тувинской колонии. Там вор в законе Руслан Гегичкари и его товарищи жестоко избили несколько мусульман прямо в молельной комнате за то, что те отказались подчиняться тюремному закону. Среди ваххабитов были выходцы из Чеченской республики, Дагестана, Ингушетии. По оперативным данным, в итоге духовные лидеры мусульман, собравшиеся в Москве специально по этому вопросу, приговорили Гегичкари к смерти в порядке кровной мести.